Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня 30 декабря, вы на канале Саня во Флориде. Как всегда, новостная сводка с Украинского фронта. Поговорим о том, что там происходит, самые последние, самые важные события. Хотел бы я вам сказать, что новогоднее настроение у меня, однако это не так. Сегодня был нанесен массированный удар прямо по центру Белгорода. Погибли люди, погибли дети, прилетело прямо в скопление мирного населения. Сгорели бизнесы, машины, сломались жизни. Сегодня поговорим об этом конкретно, подробно все покажу. Видеоматериалы, фотоматериалы, что там случилось. Ну давайте сразу же к делу, почему это произошло. Сначала это идет эскалация всего конфликта. То есть первое, что случилось, это уничтожение Новочеркасска, БДК в Феодосии. На следующий день удар российских ВКС по Украине. 160 ракет плюс дроны. Сегодня вот удар по Белгороду. По-моему, все эти события, конечно же, с друг другом связаны. Это эскалация конфликта идет. Ну все же, давайте к Белгороду сразу же пойдем. В Белгороде из-за обстрела ВСУ по центру города погибли 9 взрослых и 1 ребенок. Пострадали 45 человек. Из них 4 ребенка. Это данные МЧС. Около 100 человек обратились за медицинской помощью. Потому что у них были разные степени ранения и травмы. В центре города как минимум 3 пожара. У кинотеатра Победа. На Соборной площади и на Гражданском проспекте. Вот некоторые кадры обстрела центра российского города. Здесь горят автомобили. На улице лежат мертвые тела, в том числе дети. Разбитые здания, бизнесы и жизни. Один из снарядов попал в каток в центре города на Соборной площади. В момент удара там находились взрослые. Дети просто катались, готовились к Новому году. И тут прямо в скопление прилетает снаряд с кассетной частью. Один ребенок погиб и несколько взрослых. Интересно у меня спросить после того, как вы посмотрели все эти сюжеты. Я знаю, что некоторые из российской элиты донатят на снаряды ВСУ иногда. Да, я это слышал. Интересно, они продолжат донатить или все-таки после этого перестанут. Вот просто один вопрос хотел спросить. В общем, очень-очень жестокие, жесткие кадры. И кое-что я вам покажу, чтобы вы были в курсе. Конечно же, это намеренный удар по центру города для того, чтобы нести как можно более большой урон мирным жителям. Здесь никаких военных объектов в центре города нет. Понимаете, там, ну может быть, там есть какие-то муниципальные здания, не знаю, но по ним не прилетало. В основном прилетает прямо по центру, по улицу, понимаете. Кассетные снаряды рвутся на улицы. Это задача, конечно же, поражения как можно большего количества людей. Именно мирные белгородцы были целью этого удара. Для того, чтобы убить, именно убить как можно больше мирных жителей. Это была, видимо, месть. Какая-то очень-очень частная, очень-очень личная. Может быть, это конкретный взвод ВСУ этим занимался. Может быть, это санкционировал Киев. Не знаю. Но все же факт остается фактом, что в центре российского города взрываются снаряды, гибнут мирные жители. Да, сотнями получают ранения, уничтожается частная собственность, уничтожаются автомобили, здания. В общем, там очень много чего пострадало. Ну, буквально на улицах прямо лежат убитые люди и части тел. Вот примерно так это выглядит. Рядом горят автомобили. То есть, это не то, чтобы там что-то какое-то единичное прилетело. Это именно был целенаправленный массированный удар по центру российского города. Вот то, что там случилось. Давайте смотреть правде в лицо. Ну, да ладно. Давайте теперь принесемся на карту украинского фронта.